Всем привет! На канале очередная сборка тихой клавиатуры, но в этот раз уже для блогера. Сборка будет на базе GMK67 с тактильными сайлент-свитчами и белоснежными кейкапами. Клавиатура будет максимально тихой, а вы на канале Домашний Обзор. И мы начинаем! Я вас не обманул, когда сказал, что эта клавиатура будет собираться для блогера. Ко мне обратился Виталий Рокс с целью собрать клавиатуру под заказ. В целом нужна была очень тихая механическая клавиатура на базе GMK67. Я предложил использовать тактильные сайлент-свитчи, так как тактильный отклик поможет понять, когда нажата клавиша, и её не нужно будет прожимать до конца. И это очень удобно при печати. На данный момент я разбираю базу, чтобы проложить шумоизоляцию и сделать мод стабилизаторов. Так как для сайлент-клавиатуры очень важно, чтобы стабилизаторы были тихими. В прошлый раз мне повезло, и стабилизаторы не гремели без холи-мода. На данный момент лучше сделать холи-мод, чтобы стабилизаторы прослужили намного дольше. Так как в данном случае человек будет очень много печатать. Как вы видите, база вся на защёлках, и вскрывается очень легко. Да, это строение гаскет-маунт. То есть прокладочки сверху и снизу, и между ними плейд с платой, который флексит. Даже несмотря на отсутствие флекс-катов. После того, как мы вскрыли базу, осторожно поднимаем плату и отсоединяем все разъёмы. Желательно не тянуть слишком сильно за провода, чтобы не повредить разъём. Всё делается максимально аккуратно. И вот мы отсоединили все разъёмы. И в руках у нас плейд с платой. Плата довольно качественная. Как я уже говорил, здесь стоят ход-свап-сокеты от Кейл. И эта фирма внушает доверие. А теперь отложим плейд с платой и перейдём к шумоизоляции. Родная шумоизоляция здесь есть. В виде тонкого поролонового листа. Она подойдёт к каким-нибудь кремовым свитчам, но никак не к сайлентам. Для сайлентов лучше взять что-то побольше и поплотнее. У меня есть автомобильная шумоизоляция, которую я использую для тихих клавиатур. Кто-то говорит, что она не работает. Но практика показала, что это не так. Этот тип шумоизоляции используется поверх виброизоляции в автомобилях. В дверях, на локерах и так далее. Да, это не звукоизоляция. Звукоизоляция это немного другое. Это поролон с открытыми ячейками пирамидальной формы. Или волнообразной формы. Конечно, там есть ряд минусов. Это то, что такие материалы впитывают воду. А этой шумоизоляции с закрытым типом ячеек мы отражаем ту небольшую часть шума, которая всё-таки проникает от свитчей в корпус. И не даём ей резонировать в корпусе. Тем самым не создавая ещё больший шум. Родную шумоизоляцию мы нарежем и установим на те места, где её нет. Вернее, туда, куда нельзя наклеить автомобильную за счёт её толщины. Это аккумулятор и ножки. И в целом шумоизоляция после этого готова. Ничего сложного в этом нет. Использовать можно абсолютно любые материалы. Начиная от виброизоляции, заканчивая звукоизоляцией. Главное, чтобы результат вас устраивал. А теперь перейдём к разбору платы с плейтом. Посмотрим на плейт, посмотрим на стабилизаторы и начнём их моддить. Да, моддинг стабилизаторов в принципе необходим. Особенно в тихих клавиатурах. Существует миф, что дорогие стабилизаторы не нужно моддить. Но это не так. Посмотрите обзоры на дорогие стабилизаторы. Без того же холли-мода они звенят. Также многие считают, что в GMK67 очень плохие стоковые стабилизаторы. Но на самом деле они не хуже тех же стабилизаторов до 1000 рублей. И возвращаемся к базе. Мы вскрыли плейт сплаты. Видим, что плейт у нас поликарбонатный. Один слой шумоизоляции и второй слой шумоизоляции, который не даёт свитчам стучать об плату. Мы видим остатки смазки от стабилизаторов на плате. Её там было немного. Берём спиртовую салфетку или спирт и протираем и обезжириваем плату. Так как сейчас мы будем наклеивать стикеры из его материала для того, чтобы у нас стабилизаторы не стучали об плату. Эта доработка не обязательна для плейт-маунт-стабилизаторов. Больше для PCB-маунт-стабилизаторов. Но так как у нас тихая клавиатура и любой призвук будет слышен, я её делаю. Теперь мы переходим к демонтажу стабилизаторов и их моддингу. Как демонтировать стабилизаторы? Берём пинцет, нажимаем на язычок и демонтируем стабилизатор подъёмом его вверх. Это в принципе очень легко. Хотя первый стабилизатор у меня пошёл тяжело, так как очень хорошо сидел в плейте. И это неплохо. Значит стабилизаторы хорошо сидят на плейте. И там люфтов у нас просто по минимуму. Так как если присутствует большой люфт между плейтом и стабилизатором, придётся проклеивать. Итак, стабилизатор я демонтировал. Давайте покажу, как его разобрать. Корпус стабилизатора со стемом поворачивается вбок. И отщёлкивается скоба. И вынимается. Всё. Со второй стороны то же самое. И со всеми остальными стабилизаторами проделываем то же самое. У нас здесь есть прямо очень-очень-очень мало смазки. Смазана была с завода только скоба, поэтому смазка осталась на стеме, куда заходила скоба. Хаузинги вообще пустые, хотя должны быть смазаны. Неудивительно, что в стоке эти стабилизаторы гремят. И вместо нормального обслуживания люди покупают аналогичные стабилизаторы и сталкиваются с такими же проблемами. Вот перед вами стем. Вы видите небольшое количество смазки, которое попало туда от скобы. Аналогичная ситуация с хаузингом. Мы видим капли смазки только в том месте, куда заходила скоба. При этом сам хаузинг не смазан. Как и сам стем. Сейчас я разбираю все стабилизаторы, промываю их в спирте и начинаю смазывать и делать холли мод. Да, это один из самых важных модов. Особенно для тихой клавиатуры. Итак, начинаем смазывать хаузинг. Берем смазку. Я взял MSG-111 от Crystal Loop. Да, это крутая смазка, которая служит очень долго. Порядка двух лет. В отличие от того же Crytex 205 G0, который ходит максимум год. Хотя все зависит от эксплуатации. Берем немного смазки на кисточку и смазываем хаузинг по всему периметру. Главное не наносить слишком жирный слой. Иначе стабилизаторы будут залипать. А нам это точно не нужно. Поэтому контролируем то, чтобы хаузинг был весь смазан и слой был тонким. После хаузингов переходим к стемам. Сейчас мы будем их смазывать и делать холли мод. Давайте в первую очередь сделаем холли мод. Так как это делается очень легко. И для этого потребуется только лейкопластырь. Да, обычный медицинский лейкопластырь. И сейчас я объясню почему. Если вы купите стикеры из этого материала, вы скорее всего попадете на плохой клеевой слой. С плохой адгезией. И этот стикер просто у вас вылетит. А лейкопластырь имеет очень хороший клеевой слой с хорошей адгезией. И он приклеится надолго. И я буду использовать дорогой лейкопластырь, чтобы это было действительно надолго. Итак, как делается холли мод. Нарезаем небольшую полосочку из лейкопластыря, которая зайдет в то место, куда заходит скоба стабилизатора. Один конец оставляем торчать. Снизу у нас есть небольшое окошечко, куда мы его проденем и зафиксируем. Итак, мы определились с самой длиной полоски лейкопластыря. Отделили защиту клеевого слоя. И просовываем пинцетом в сам стем. С одной стороны приклеиваем его так, чтобы он не торчал. А с другой стороны просовываем в отверстие, которое является глухим, чтобы зафиксировать лейкопластырь на стеме. С этой же стороны будет заходить скоба. И поэтому лейкопластырь у вас никуда не денется. И это с учетом того, что я обезжиривал стемы и хаузинги спиртом. А если не обезжирить, то, конечно, ничего не получится. Поэтому вооружаемся кисточками, спиртом, и начинаем обезжиривать перед тем, как делать холли мод. Что дает этот мод? Что дает этот лейкопластырь внутри стема? Вы слышали когда-нибудь звон стабилизаторов? Когда ты нажимаешь на пробел, и все дико звенит. Этот звук создает люфт между стемом и скобой. И мы этот люфт убираем за счет небольшого тонкого слоя лейкопластыря. И это можно сделать любым материалом. Главное, чтобы клейкий слой был хорошим. И я не говорю о том, что по всему миру этот мод делают с помощью лейкопластыря. Как и остальные моды, которые мы будем делать дальше. И я объясню почему. А теперь мы переходим к смазке скоб стабилизаторов. Я использую силиконовую диэлектрическую смазку Permatex 81150. Наношу ее прямо из тюбика. Так как скоба идеально входит в носик. Наношу умеренным толстым слоем, чтобы скоба была в смазке. И это было визуально видно. Так делаю с обоих сторон и со всеми скобами. После того, как скоба смазана, беру хаузинг со стемом. И осторожно сажаю скобу в ее посадочное место. После холли мода скоба пойдет тяжело. Нужно приложить немного усилий, чтобы ставить ее внутрь. Главное не перекосить. Так как люфта у нас там больше нет. То же самое делаем и с другой стороной. Как видите, может случиться такое, что стем вылет из хаузинга. Собираем все назад и устанавливаем скобу. Скоба в этом случае устанавливается тоже с небольшим усилием. Но тем не менее, все собралось и защелкнулось. После этого проверяем работу стабилизаторов. Если обе стороны работают, откладываем стабилизатор. И проделываем ту же операцию с остальными стабилизаторами. После того, как мы собрали все стабилизаторы, пришло время сделать Band 8 мод. Как определить, что его нужно делать? Устанавливаем стабилизатор в его посадочное место. И смотрим, есть ли люфт между плейтом и стабилизатором. Наша главная задача определить, в каком месте именно люфтит стабилизатор на плейте. Чтобы проклеить это место. Я делаю это лейкопластырем, так как я пробовал накладки из этого материала и мне они не понравились. У них тоже плохой клеевой слой. И они просто отклеиваются с обезжиренного поликарбонатного плейта. Но зато лейкопластырь держится намертво. Нужно всего лишь обезжирить плейт и наклеить кусочки лейкопластыря в те места, где у вас люфтят стабилизаторы на плейте. А потом посадить стабилизаторы. И поверьте, вы их больше не услышите. После того, как мы проклеили все проблемные места на плейте, пришло время установить стабилизатор в свое посадочное место. Начнем с пробела. И сразу заметно, что стабилизатор будет соходить тяжело, так как люфта у нас уже нет. Главное надавить на него и защелкнуть. И Band 8 мод выполнен. И кстати, по поводу лейкопластыря. Band 8 это лейкопластырь, а Band 8 мод это мод с помощью лейкопластыря. И вот мы собрали плейт с платой и пришло время делать тейп мод. Тейп мод делается изолентой, либо малярным скотчем. Я делаю изолентой, так как ее потом хотя бы можно будет демонтировать. Этот мод даст нам глухой и стучащий звук, за которым многие гонятся. И даже Silent Switch довольно хорошо начинает звучать с этим модом. После того, как мы сделали тейп мод, пришло время собирать базу и переходить к смазке свитчей. База собирается в обратном порядке, ничего в этом сложного нет. Подключаем все шлейфы, устанавливаем плейт с платой, закрываем базу и устанавливаем кнопку. И переходим к смазке свитчей. А смазывать мы будем Outemu Silent Lemon. Тактильные свитчи от Outemu. Это почти как Silent Pitch, только Silent Pitch у нас были линейные. А тактильные свитчи дают небольшой тактильный отлик, который не слышно, но чувствуется пальцем. И этот тактильный отлик помогает вам понять, когда клавиша сработала. И не обязательно ее прожимать до конца. Актуален для тех, кто очень быстро печатает. Разбирается свитчи, состоит он из всего того же, из чего состоят все свитчи. Это Top Housing, Bottom Housing, пружина и Stem. Так как это Silent Switch, на Stem'е у нас есть силиконовые буферы, которые гасят стук, характерный для механических свитчей. Если этих буферов не будет, то звук будет издавать удар Stem'а Up Housing. И никак иначе. В хаузинге у нас обычного строения, никаких изменений там нет. А вся тактильность кроется в особом строении Stem'а, который отличается от Stem'а линейных свитчей. Но так же, как и в случае с линейными свитчами, нужно смазывать абсолютно все. И хаузинг, и стем, и пружины. Многие обходятся смазкой только Bottom Housing'а, но я рекомендую смазывать Top Housing тоже. Тем более, мест для смазки там не очень много. Начнем с Bottom Housing'а. Берем немного смазки на кисточку. И начинаем смазывать весь Bottom Housing' внутри, проходя каждый миллиметр. В особенности, уделяя внимание направляющим, по которым движется Stem. Смазку для свитчей я использую так же Crystal Loop MSG111. Можно использовать Crytekz 205G0. А теперь переходим к смазке Stem'а. Берем держатель для Stem'ов, с ним смазывать просто удобней. Берем немного смазки на кисточку. И начинаем смазывать каждый миллиметр Stem'а. Заметьте, что Stem немножечко высоковат. И не нужно смазывать верхнюю часть. Это посадочные места под кейкапы. Смазывайте ровно до выреза, и тогда точно не ошибетесь. После смазки Stem'а переходим к Top Housing'у. Как я говорил, мест для смазки там немного. Всего два. И это направляющие Stem'а. И да, представьте, свитч тоже стучит при движении вверх. Главное не полениться и смазать Top Housing'и. Времени вы потратите немного, а результат будет заметным. И теперь переходим к смазке пружин. Смазываем методом Backlubing. Берем зип-пакетик, наливаем до пару капель Crytek 105G0 и опускаем туда пружины. Сейчас я разберу все свитчи, выну все пружины и опущу их в пакет и перемешаю в смазке. Достаточно перемешать их около одной минуты. Тогда все пружины точно смажутся. И после этого можно устанавливать пружины в хаузинге. Заранее смазанные, естественно. После этого устанавливаем на пружину Stem. И уже после этого закрываем топ-хаузингом. Если смазывать и собирать именно в такой последовательности Bottom Housing, пружины, Stem, Top Housing, то процесс смазки пойдет намного быстрее. Но тем не менее, готовьтесь сразу потратить на одну станцию из 20 свитчей от 40 минут до 1 часа. Так как если смазывать тщательно и аккуратно, у вас меньше времени просто не выйдет. Конечно, можно смазать и за 15 минут. Но вопрос, как качественно вы смажете и как долго прослужат эти свитчи? Возможно, их придется смазать заново уже через полгода. А я смазываю оставшиеся 65 свитчей и все готово. Мы переходим к финальной стадии сборки, а именно установка свитчей в базу. Здесь тоже есть свои нюансы. Свитч нужно устанавливать ровно. И если он не идет, не давить. Посмотреть, прямо ли стоят ножки. Не погнутся ли они при установке. Если свитч не идет, значит нужно поправить ножку пальцем. Так как если вы будете давить и все-таки установите свитч, погнув ножку, выпрямить ее будет намного труднее. И вот мы перешли к финалу. Установка кейкапов. Кейкапы нужны были прозрачные, чтобы пропускали подсветку, обязательно с русскими символами. И если честно, таких вариантов на рынке очень мало. Есть такие кейкапы. Из даблшот литья, где один пластик белый, а другой прозрачный. И есть кейкапы от HyperX, которых сейчас просто не найти. Остальные кейкапы, либо даблшот, либо PBT, не пропускают подсветку. Поэтому этот вариант оказался наиболее подходящим. Сами кейкапы OEM профиля. И мне в принципе даже интересно, как OEM будет смотреться в базе GMK67. И в обязательном порядке в кейкапы я установлю О-ринги, которые при желании можно будет демонтировать. Ведь нам требуется самая тихая клавиатура. И никакие стуки не должны прорваться наружу. О-ринги я устанавливаю глубоко и делаю это с помощью пулера. Если посадить их с помощью пулера, сидеть они будут намного плотнее. И не будут вылетать. Конечно, с O-рингами нажатия будут более ватными. И не всем нравится это ощущение. Поэтому, если хотите тихую клавиатуру сделать максимально тихой, ставьте O-ринги. Если вам не нравится нажатие с O-рингами, то в принципе она и без них будет тихой. Но не настолько, как с ними. А сейчас я установлю все кейкапы на свои места. По традиции перепутаю Alt и Windows. Можете писать в комментариях, зачем я так сделал. Я отвечу просто. На моей клавиатуре такая раскладка. Да, я ее изменил. И по привычке всегда путаю Alt и Windows. Конечно, при проверке кейкапы уже будут сидеть на своих законных местах. Где они должны быть? А проверку каждой клавиатуры я провожу в браузерной версии QMK VIA. Там есть вкладочка Key Tester. И на данный момент я тестирую эту клавиатуру там же. И скажу, это очень удобно. Если какой-то свитч не будет работать, вы можете его быстро извлечь. Может быть загнута ножка. А может быть просто свитч оказался бракованным. И давайте посмотрим, какая клавиатура получилась. Получилась вот такая красота, которая еще и светится в темноте, и все символы четко видно. Итоги здесь будут максимально короткие. И если вам нужна тихая клавиатура, собирайте тихую клавиатуру. Если вам нужна клавиатура, чтобы приятно звучало, собирайте клавиатуру под эти задачи. Да, тихая механика существует. И тихая тактильная механика тоже существует. Многие пишут, что это все ерунда, так как вся механика громкая. И только в этом выпуске будет сравнение тихой механики с обычной механикой на кремовых свитчах. Я не буду трогать звуковые дорожки. Я оставлю их оригинальными. И сейчас я с вами прощаюсь. А вас далее ждет тейпинг. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok